Начало учебного года традиционно предшествует педагогический конференц, участие в которых принимают практически все работники Ямальской системы образования. Традиционно подводятся итоги прошедшего периода, формулируются текущие перспективные задачи на будущее, вручаются награды лучшим педагогам. В минувшую субботу такая конференция прошла в Лабытнагах, что стало ее главной темой, расскажет Татьяна Попова. Ежегодная педагогическая конференция – мероприятие в высшей степени традиционное. Главная задача – определить приоритеты и задать вектор направления развития муниципальной системы образования на ближайшую перспективу. Поэтапная реализация национального проекта образования, внедрение инновационного проекта «Наша новая школа» федеральных образовательных стандартов, формулируют новые требования, которым должен отвечать современный учитель. Помимо чисто профессиональных задач, педагогам сегодня приходится решать задачу сплочения гражданского общества. В этой связи прозвучало упоминание о выборах 14 сентября. Очень хочется верить, что вы, новаторы, идейные вдохновители, поведете с собой и педагогические, и ученические, и родительские коллективы для того, чтобы определить счастливое будущее на ближайшие пять лет города, Ямала и Тюменской земли. Руководитель лабытнанской системы образования был передан приветственный адрес главы администрации города и букет цветов. И конференция продолжила свою работу. Ее сквозной темой стало совершенствование профессиональной деятельности педагога как условия повышения качества образования. Кстати, впервые в работе конференции приняли участие руководители регионального института развития образования. Одной из главных задач этого учреждения как раз и является повышение квалификации ямальских учителей. Сегодняшний педагог должен соответствовать государственным профессиональным стандартам. Само собой подразумевается, что учитель обязан в совершенстве знать свой предмет и педагогические технологии со всеми инновациями и прочими плюшками. Но это базовый уровень и не более того. А вот дальше то личностное богатство, то изюминка, которое есть в самом учителе как в человеке. Потому что нельзя стать интересным учителем, если ты не интересен как личность. То есть профессиональный рост педагога сегодня не мыслим без роста личностного. А вот параметры этого личностного роста довольно сложно упаковать в рамки профессионального стандарта. Даже людям, которые профессионально этим занимаются. Даже им не так просто сходу ответить на вопрос, каким должен быть сегодняшний учитель. Он должен обладать свойствами для меня образованности. Он должен быть, а это значит еще и культура, знание плюс культура. Он должен быть, он должен уметь развиваться. И он должен уметь понимать изменения в человеке и во времени. Проще, наверное, дать такое определение. Современный учитель — это человек, который учит, но при этом и сам непрерывно учится в течение всей своей жизни. Он не принимает безоговорочно и бездумно к исполнению требования стандартов, сформулированные умными начальниками. А пропускает все это через себя, осознает, чего ему не хватает и восполняет этот дефицит, используя традиционные и новые модели образования для своего профессионального и личностного роста. Вот такой долгий и трудный путь ради достижения, в общем-то, простой цели. Вот ребенок перед нами стоит, да, вот посмотрите, вот стоит ребенок. Сколько в него надо вложить, чтобы вы, как родители, были счастливы, что дети нашли свою судьбу, правильно определились, получили высокие знания, овладели новыми технологиями, владеют вот этой вот новой средой информационной. Это очень много, и все это учитель. Поэтому и взяли мы вот такую тему, что это, да, это непрерывный рост профессиональных квалификаций в завтрашний день, в будущее. За пленарной частью конференции последовала часть торжественная. Лучшие представители лабытнанского педагогического сообщества, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, психологи, администраторы были награждены почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами различных окружных и муниципальных структур. Награжденных было много, но они этого заслуживают. Общую оценку лабытнанской системе образования дала ее непосредственный куратор в окружном департаменте образования. По ее мнению, это система динамично развивающаяся. А проблемы, которые появляются в процессе развития, в то же время являются точками роста самой системы. Недостатки, недочеты, недоработки, которые выявляются, они, на мой взгляд, являются как раз-таки той точкой роста, от которой идет дальнейший отчет. То есть вырабатывается некая дорожная карта по ликвидации этого какого-то недочета. И я это все время вижу в системе образования лабытнанки. Поэтому у вас и такие высокие результаты. И те же стубальники, и те же олимпиадники, и ваши школы, которые вошли в рейтинг лучших. То есть я могу дать только вот такую оценку деятельности вашей системы. Прошедшая научно-практическая конференция далеко не единственное мероприятие такого рода для лабытнанских педагогов. Впереди у них многочисленные сессии, секции, совещания и круглые столы на ту же тему. Совершенствование профессиональной деятельности педагога, как условия повышения качества образования. Татьяна Вопова, Игорь Борисов, Александр Чирва, программа «Времеместное».